Так, у меня вечерний мацион, потому что очень хочется подышать воздухом. И вы знаете, сегодня я вам хотела рассказать о своих несостоявшихся отношениях с одной русскоговорящей девчонкой. В общем, я очень честно со своей стороны пыталась с ней подружиться, потому что все-таки за границей хочется иметь каких-то людей, ну, близких тебе по духу найти, с которыми можно собраться, хотя бы время от времени провести время, потрещать на родном языке, да. Вот, и, конечно же, несмотря на то, что у меня нет такой повышенной прямо необходимости вот разговаривать или там собираться, но время от времени, конечно же, хочется иметь какую-то свою компанию. Поэтому, да, я пытаюсь здесь заводить знакомство, естественно, среди русскоговорящих девушек. Как-то так. Так вот, как только мы переехали в штат Колорадо, у меня такая одна девушка нашлась. Она сама на меня вышла, и мы стали с ней общаться. Но вы знаете, через какое-то время я себя словила на той мысли, что ее звонки, которые она делала, ну, не знаю, в какой-то период времени, буквально каждый день, и это были каждый раз продолжительные такие разговоры, разговоры где-то час-полтора, они меня стали напрягать и раздражать. И вот я не могла некоторое время понять, почему я так реагирую. Ну, потом, знаете, общение наше продолжалось, и уже впоследствии, сложив, да, все какие-то наши встречи, у меня вырисовалась такая картиночка. Я поняла, что данные отношения, они, ну, более деструктивны, да, и, наверное, их нужно как-то сводить на минимум. Почему? Потому что человек оказался нарциссом. Вот. Ну, и сейчас небольшое отступление на эту тему. Вот мне моя теперешняя русская подружка как-то посоветовала посмотреть шоу «Мэл Робинс». Оно очень популярно здесь в Америке, естественно, на английском языке. Если у вас есть желание, посмотрите, очень много интересных, полезных топиков обсуждается там. Значит, и вот как-то утром я, заваривая чашечку кофе, в очередной раз мне там рекомендованных YouTube выдает, да, «Мэл Робинс шоу», и тема там что-то связанное со взаимоотношениями с нарциссом. Я как-то так увидела, ухмыльнулась, думаю, ой, что они-то мне там нового скажут, плавали знания. Вот. Да, на самом деле у меня были когда-то взаимоотношения с молодым человеком, который по всем параметрам, замашкам, поступкам был явным нарциссом. Но на тот момент мне это, к сожалению, было непонятно. Тем не менее, подобные взаимоотношения, они мне позволили очень многому научиться понять, кто такие эти люди, что они от тебя хотят, как их распознавать, и так далее. Но тем не менее, знаете, вот мелькнула мысль, ну, умные ж люди говорят, послушай, что там еще мне Мэл Робинс скажет. И вот вы знаете, просмотрев это шоу, в очередной раз у меня немножечко мировоззрение поменялось. Почему? Потому что ранее я думала, что нарциссом может быть только мужчина. Вот. Но тем не менее, благодаря Мэл Робинс, я поняла, что нет, нарциссом-то может быть и девушка, и женщина, и по сути это может быть любой человек, ваш родственник, ваша близкая подруга, ваш знакомый. И вот здесь, как говорится, все пазлики совпали. Так вот, почему у меня не задались взаимоотношения с вот этой вот девушкой, потому что она была нарциссом во всех его проявлениях. Это я уже поняла и так, но, знаете, вот это шоу поставило такую большую жирную точку в этом. Так вот, лично я считаю, что отношения с человеком-нарциссом, они априори деструктивные. Почему? Потому что вы затрачиваете колоссальное количество энергии, вернее, нет, вы ее сами даете этому человеку, а он не дает вам ничего взамен. Кроме того, вы тратите очень важный ресурс в своей жизни, это время. И вот, вы знаете, когда мне было лет 18, конечно, мне казалось, у меня полно еще времени, я его тратила очень часто, ну, впустую. И сейчас уже, чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, насколько время имеет огромнейшую ценность, особенно, когда ты занят, у тебя куча дел, и очень часто у многих из нас два выходных. Соответственно, растрачивать свою жизненную энергию и бесценное время вне работы просто так, без никакой либо отдачи, ну, я считаю, это преступление. И вот именно вот такое растрачивание, оно потом и приводит к недовольству, беспокойству, к какой-то озлобленности. И вот здесь я хочу сразу озвучить одним из самых главных признаков человека-нарцисса является следующее. Как сказала Мэл Робинс, нарцисс имеет zero interest in your life. То есть у нарцисса нулевой интерес к вашей жизни. И я под этим каждым словом подписываюсь также. Так вот, собственно, с чего и начались все проблемы, когда я начала анализировать все наши общения, да, я в какой-то момент поняла, вот мы провели, например, с ней 4 часа, 5 часов иногда, да, бывало и так. И я узнала за эти 5 часов, они это, 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 это и это. А что узнала она обо мне? Ответ практически ничего. Сколько вопросов задала обо мне любимой, сколько фраз мне удалось вставить в этот почти непрекращающийся монолог. Так вот она причина моего беспокойства. И вот тогда я начала анализировать наши предыдущие встречи и пришла к явному выводу, что вот все наши общения сводятся в любом случае только к ней. Даже если у меня бывали редкие какие-то поползновения, поделиться чем-то, то очень часто я себя ловила на том, что мне человек не дает возможности даже закончить фразу до конца. Обязательно перебивает и дальше идет, понимаете, такой поворот. А вот у меня и опять монолог, что происходит в ее жизни. И вот вы знаете, кто-то, может быть, так послушал, ну и подумал, ну ты бигдил, да, ну подумаешь, человеку хочется выговориться. Да, не без этого. Я считаю, у каждого у нас бывают ситуации, когда просто нужно, чтобы тебя послушали. Но когда, скажем так, да, из 30 встреч 29,5 проходят в таком формате, то, наверное, это о чем-то говорит. Вот. И я пришла к выводу, что мне такая форма общения не подходит. Знаете, игра в одни ворота. Кроме того, ну послушать это, конечно, интересно, но раздражение-то у меня от этого и стало расти, потому что любой звонок, да, от этой девушки, он заключался просто в часовом, непрекращающемся монологе. И фраза, да, принята здесь у американцев, «Hey, how are you?», она была очень быстрая, не успевала даже иногда открыть рот, чтобы начать рассказывать, как у меня дела. Или там, ставив одну фразу, обязательно это все перебивалось, а у меня вот то-то. Были у меня, честно говоря, попытки что-то изменить. Вот, даже пыталась я с ней поговорить и объяснить, вот, что вот у меня так не работает общение этого одни ворота. Но это, к сожалению, ни к чему не привело. Вот. Она сказала, что да, я проанализировалась, стала над этим задумываться, но, как показала даже наша последняя встреча, ничего не поменялось. Вот как-то так. Кроме того, в какой-то момент я поняла, что эти отношения, почему они еще на меня деструктивно влияют, ну, помимо того, что отбирают огромное количество времени, которого у меня не было и нет. А тогда я еще, кстати, работала на, вообще на четырех работах, и, как вы понимаете, на трех работах, да, и, как вы понимаете, придя домой, приволочив ноги, мне хотелось отдохнуть, помолчать, тут звонил телефон, я, как культурная девушка, брала трубку, и начинался часовой, полуторачасовой монолог. Я понимала, блин, где нет места, вот вообще мне, нет места моим проблемам, нет места моим мыслям. Я поняла, что нет, я этого, знаете, как в том фильме, кепи, я уже не выдержу. Вот как-то так. Самое интересное, как еще деструктивно-то эти наши встречи начали на меня влиять, но то, что очень много таким вот подтекстом рассказов было то, насколько, ну это же нарцисс, да, насколько она классная, насколько вот она прогрессивная, и насколько она там достигла того, того и того, и как она выкрутилась из этой ситуации. В общем, все садилось к тому, что, по сути, знаете, опять же, как в том, в КВН-е, как это, Ваня молодец, да. Вот, и честно вам скажу, что нарцисс, это второй признак нарцисса, это всегда люди, которые, ну они должны вот показать себя во всей красе, то есть они всегда там, не знаю, бегают быстрее, прыгают выше, сильнее, отжимаются сильнее, и так далее. То есть они всегда должны быть лучше всех. Поэтому, когда у вас есть вот такие замашки у человека постоянные, тоже подумайте над этим. Как понять все-таки, что у человека реально нулевой интерес в вашей жизни? Ну я думаю, что очень просто, потому что после какого-то времени общения вы ведь запоминаете об этом человеке какие-то факты, да. А по сути, я задала себе встречные вопросы, что этот человек запомнил обо мне. Ну вот, например, я когда-то говорила, что снимаю видео, например, никто ни разу не поинтересовался, что у меня за канал, и как он называется, что о нем рассказываю. Ну, например, да, никак эта девушка не могла запомнить смены, когда я работаю, и постоянно звонила с предложениями где-то, ну не знаю, посидеть или потусоваться, именно в тот момент, когда я была на работе. И вы знаете, уже на какой-то 25-й раз я спросила, блин, ну, ты не помнишь, я работаю в эти дни. Вот. Каждое наше планирование путешествия, или даже какой-то прогулки обязательно заканчивалось, значит, ее видением маршрута. То есть, мои пожелания не учитывались абсолютно. Попытки там собраться в какое-то время обязательно были модифицированы и подстроены под ее график. Ну вот как-то так. Ну и многие другие факты, в общем, которые явно указывали, что человек и не интересуется вообще мной как личностью, ну и, соответственно, не помнит обо мне вообще никаких даже простейших фактов. Вот. Ну и, в общем, я решила, знаете, вот такое, тратить свое время только чтобы его потратить, по сути, выступая в роли слушателя, ну, наверное, не совсем мой формат. И вот подобного плана отношения, ну вот лично я, я их не отрицаю. Это не значит, что человек плохой, он просто вот такой вот. Ну, например, мне такое не подходит. Поэтому такие отношения я свожу на нет. И вот честно, выдерживать я могу, я могу и послушать, например, человека 4 часа, например, полеживая в отличном джакузи, попивая коктейль, но это может происходить, ну, раз, не знаю, в несколько месяцев, не чаще. Потому что при такой раскладке событий я очень сильно устаю и ощущаю какое-то моральное и эмоциональное и энергетическое опустошение внутри себя. Вот. И в завершении этого видео хочу сказать, что третьим признаком нарцисса является то, что он постоянно ищет компанию. Вот. Постоянно во всем ему нужна компания. Ехать на байках, идти на хайкинг, кататься на лыжах, постоянно с кем-то поговорить ему нужно. И, в общем-то, по этому признаку тоже можно понять, что-то здесь не так. Вот, опять же, подчеркну, я не говорю, что эти люди плохие. Они вот такие, как есть, да, но, тем не менее, будьте, проанализируйте свои отношения с вашими знакомыми. Если вы в ком-то видите такие же замашки, просто решайте, хотите ли вы вкладывать свое время и энергию в этого человека. Или, возможно, стоит ее сохранить для себя и для каких-то других дел и достижений. Вот как-то так. Ну, все, мои дорогие, на этом всем пока-пока. Если тема интересна, пишите какие-то комментарии, потому что очень мне хочется обсудить, кто есть такой мужчина-нарцисс и как его распознать. Вот. Тоже расповедаю свою историю. Смотрите, что случилось-то. И вот я не помню такого еще пару дней назад. Это, видимо, произошло вот на днях, может быть, когда у нас вот эти бури были. Вау! Ну и небольшой пиэс. Вот вы знаете, длинные разговоры и только о себе это еще полбеды. Ладно. Но их структура такова, что через какое-то время ты себя чувствуешь каким-то мелким, ничтожным, незначимым, неинтересным человеком. И это очень сильно, но вот бьет по самолюбию. Чем опасно? Собственно, общение с нарциссом. Ну, например, вот я делаю замечание. Подожди секунду, дай мне хоть фразу договорить. Ну, раз в какой-то веке. Ну, говори. Ну, вы знаете, после такого уже не хочется. Или там, ну, дай хоть досказать-то. Ну, ты так долго это все говоришь, давай уже быстрее. Ну, по сути, это, как говорят американцы, такой humiliation, тебя, да, как человека. И, соответственно, я тоже задала вопрос, если в глазах этого человека я настолько там мелкая, неинтересная, говорю даже как-то, не знаю, медленно, или там то, что она уже помнит из моих рассказов. Если это все так ее напрягает, а, соответственно, это напрягает меня, зачем тогда друг друга дисбалансировать? Правильно? Правильно. Поэтому, распознав вот такие признаки, я поняла, что нет, пожалуй, подобная схема поведения и взаимоотношений мне не подходит. Вот. Поэтому, ребят, своя жизнь, она одна, и на самом деле того времени свободного, которое у нас есть, оно очень ограничено. Поэтому хочется его тратить на людей, которые также что-то вкладывают в тебя, что-то тебе дают и реально тобой интересуются. Ну, вот как-то так. Таков был мой сказ. Ну, а на этом уж точно пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok